всем привет спасибо вам за то что пишите комментарии под моими монологами спасибо за то что оказываете материальную поддержку каналу это очень приятно ну а о комментариях я хочу сказать нет нет да и пишет кто-нибудь кто-нибудь не знаю не знаю почему вдруг из чего с чего это вдруг а расскажите пожалуйста о записи альбома 45 у меня устойчивое ощущение есть что если люди любят группу кино то все знают про записи альбома 45 наверняка лучше чем я потому что я очень много уже забыл из того что тогда происходило а люди которые интересуются они читают все время книжки до которых уже масса вышла читают в интернете информацию и все это у них свежое все это не знают и все это описано уже тысячу раз а я что я за я не читаю этих книг уже я их сам когда-то писал и зачем мне их читать я в этом жил сам это как довлатов однажды в нью-йорке в букинистическом магазине нашел первое издание стихов бродского позвонил бродскому и горит иосиф я купил что-то там за 20 долларов и за 25 долларов эту книжку по тем временам это приличная вполне была сумма не самая маленькая могу тебе могу вам сказать и броски ему ответить а и довлатов берется иосиф я купил эту книгу я хочу тебе ее подарить иосиф горит а что я с ним буду делать читать что ли вот вот так и я в отношении 45 но тем не менее про 45 я когда-нибудь расскажу а я хочу показать вот эту пластинку вам это называется сам себя не похвалишь никто не похвалится это запись концерта группы кино тогда еще дуэта в каретном ряду на квартире саши литницкого какой-то год 82 год вот такие мы были два молодца видно хорошо данная вот такие вот так нас нарисовали вот так выглядит пластиночка квартирный концерт наш не знаю видели ли вы этот альбом не видели каретный ряд он называется кино но если не видели и любите эту музыку то я очень советую этот альбом найти хотя тут с авторскими правами какие-то тоже проблемы допросит меня саши цой с которым я в прекрасных отношениях всегда был на самом деле и с георгием и все у нас в порядке но авторские права не касается меня это касается издателей то что касается меня у нас все хорошо по авторским правам мы давным-давно все уже проговорили все обговорили все подписали и все у нас окей мы друг друга любим и никаких вопросов никому никогда не уже не возникает и не возникнет вот а здесь проблемы с изданием потому что материал группа кино все-таки принадлежит наследником на управляет правами новое музыкальное издательство с которым я в прекрасных отношениях у меня с ними договорчик мы друг друга любим и все у нас хорошо а здесь это этого не случилось то есть прекрасный парень олег кабрига выпустил эту запись по моему безо всяких разговоров с новых мы с новым музыкальным издательством но насколько я знаю я никогда не понимал эту тему мне собственно говоря мне то что вообще насколько я знаю музыканты группы кино и правообладатели и сашка они просто махнули над дел рукой но вышло и вышло и бог с ним а я не люблю вообще пиратство не люблю гутлаги и когда вышел альбом 45 у олега кавриги ремонтированный он вышел пиратским образом и я олег не позвонил с кого-то я выпустил 45 ремонтированный такой другой звук я тебе подарю сказал не мне не надо олег мне я не хочу мне не нужен не нужна эта версия я пиратством не занимаюсь никогда ничего ну причем мы с олегом не ссорились он к вам окей да хорошо нет так нет дело вкуса дело вкуса совести там своих мыслей и всего остального но когда я увидел вот этот альбом в магазине и в магазине послушал его я позвонил кавриги искал каврига ты просто герой ты супер человек и каврига мне подарил пластинку я не отказался ее принять потому что эта история это настолько кайфово оказывается мы очень хорошо играли я удивился я послушаю я в магазине услышал ничего себе как оказывается мы играли вдвоем это я к тому что сам себя не похвалишь никто не похвалит мы оказывается и пели на два голоса так 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 нормально так прямо вот для 82 года для нашего сопливого возраста так это было здорово эти сложные песни бездельник номер два что тут еще ну остальные не сложные но в общем и солнечные дни весна просто хочешь ты знать бездельник один бездельник два время есть а денег нет мое настроение опять-таки с голосами наверх мое настроение восьмиклассница лето электричка дождь для нас когда-то ты был битником ситар играла асфальт пригородный блюз в мажоре в соль мажоре по моему мы его зафигачивали пригородный блюз но и так в мажоре давно мы в соль играли в два раз быстрее его и так оказалось все хорошо опять в который раз я это говорю что я несмотря на нелюбовь свою пиратство эту просненку все-таки имею слушают дома иногда не буду врать что часто но тем не менее так что всем советую запись дома у саши лепницкого нашего друга все про это читали наверное все знают такой саш лепницкий к сожалению покойный он утонул на николиной горе в реке провалившись под лед спасая собаку свою собака пес побежала на лед провалилась сашка бросился ее спасать и к сожалению не спас и себя тоже не спас тем не менее саша сделал для группы кино конечно невероятное количество хорошего его квартира была нашей базой мы там жили в москве множество дней и ночей проводили прямо почти напротив петровки 38 вот этого здания которое в кино все время показывает рядом с атермитаж где мы гуляли пили пиво останкинская прекрасная которая там продавалась в общем там было очень очень здорово и у саши был видеомагнитофон восемьдесят втором году это была невероятная редкость и мы много очень подчеркнули глядя на экран телевизора саши лепницкого посмотрели как должна выглядеть рок-группа на сцене как вообще люди себя ведут как играют как поют и это очень выделила из ряда рок-глубовских из грядки рок-глубовских групп выделила группы аквариум кино и зоопарк потому что мы все смотрели как должна выглядеть настоящая большая рок-группа западная и двигались в эту же сторону серёжа рыженко здесь играет на перкуссии вместе с нами он кстати недавно записал новый не знаю новый или первый свой сольный альбом в москве и обязательно его послушаю и если он у меня окажется я про него расскажу серёжка рыженко замечательный музыкант скрипач певец лидер группы футбол в которой я играл какое-то время когда ушел из кино когда мы расстались с виктором 83-м году я уехал в москву из серёжи рыженко целый год по мы играли при этом я жил и работал в ленинграде она суббота воскресенье каждую неделю ездил в москву репетировать и играть какие-то концерты с серёжкой это было довольно утомительно я могу сказать поэтому через год это все закончилось а я поступил в институт и и и и мне уже было не до футбола но тем не менее так все здесь звучит видите здесь играет непонятно на какой гитаре но не на своей нам кто-то дал значит гитары я не помню на какой гитаре играл я но я здесь играю это слышно и даже так даже так неплохо а вичка играет на шестиструнной гитаре они да не на 12 струнный что тоже удивительно потому что он обычно ездил со своей двенадцатиструнка глоначалского а может быть и двенадцатиструнка я надо переслушать меня я сказал что я часто слушаю этот альбом я это ложь я вас услышал в магазине и потом мне каврига подарил эту пластинку и больше я не слушаю послушающе но звучит все удивительным образом так что все слышно и все понятно и все здорово и такой энтузиазм так такая энергия у нас там было так все перло просто просто здорово написано что записывал это все андрей тропилла я честно говоря не помню чтобы андрей тропилла был тогда дома у лепницкого может быть он и был а мы просто не обращали внимание и память у меня стерла присутствие тропилла в доме александра но написано здесь что записывал тропилла дома у александра лепницкого в каретном ряду в москве 25 июля 82 года не помню вообще тропилла чтобы там был этот день я помню что мы там играли мы там играли несколько раз майк играл квартирный концерт который есть на видео кстати говоря в ютюбе где-то он должен болтаться концерт майков на квартире саши лепницкого по крайней мере песня уездный город н там точно была спета майком и много чего было там спета потому что саша собирал у себя дома большую компанию обычно и демонстрировал лучших ленинградских музыкантов московской музыкальной элите богемия всякой машине времени и и и всякому остальному из того что было в москве на тот момент времени вообще любили туда ездить москва сделала нас популярными здесь мы были не пришей это самое туда сюда а приезжали в москву и сразу чувствовали себя звездами потому что у нас так и принимали нищих парней нищих пареньков ленинградских принимали как настоящих таких артистов это было очень приятно очень необычно но надо сказать что никакого никаким пафосом мы не надувались при этом не я не виктор как-то как-то воспринимали достаточно спокойно происходящее вокруг но приятно это было всегда брать не буду иногда платили деньги даже у сашки здесь мы денег не собирали никаких потому что мы были друзья и нам какие там деньги мы поем и поем себе но обычно там какие-то рублей 20-30 за концерт конечно мы получали за квартирники в москве а то нет больше 30 по моему не было ни разу но 30 было знаете для 82 года 83 вполне нормально вполне нормально за концерт потому что ленконцертовский москонцертовские ставки были еще ниже гораздо ниже вот и мы нарушали закон естественно потому что это было были не трудовые доходы арестовать нас могли но не арестовывали почему-то пару раз мы правда правда бегали от пришедших на наш концерт ментов нас предупредили наши друзья у строителей сказали в зале менты валим и мы со сцены вышли за кулисы тихонечко и через гримерку свистали куда-то чуть ли не через окно вылезли убежали в темноту ночной москвы в общем было интересно здорово весело молодежно но очень погано я вам скажу очень погано потому что все это было запрещено ничего этого было играть нельзя как я уже говорил от ментов мы убегали зажав подмышками гитары и ну романтика конечно в этом определенная была почувствовать себя героем это всегда приятно но абсолютно бессмысленно я могу сказать гораздо лучше спокойно играть музыку чтобы тебя за нее не арестовывали не отнимали пластинки ну и все такое прочее в общем хорошо что то время кончилось и хорошо что оно было и хорошо что остались вот эти пластинки осталась эта музыка осталась память и остались эмоции я это все дело люблю поэтому пойду пить пока